Музычук и Анна Музычук Мария Музычук и Анна Музычук здесь с нами в пресс-центре. Музычук уже закончился. Второй цикл этого турнира уже начался. У нас есть второй период этих 10 дней, которые вы провели в Казани, был ли это длинный период для вас, или был ли это время здесь? Для меня это было просто необычно. Я не могу сказать, что это было так длинно, или так длинно. Было много трех дней, что это довольно необычно для этого турнира. Может быть, мы можем сказать, что мы не играли так много игр. Но я не могу сказать много. Для меня это турнира действительно очень длинный. Обычно я играю меньше игр, но это не будет как мы both ожидали, и мы можем изменять результаты в будущем. Как вы считаете, как это происходит для вас? Да, Мария, вы сказали, что это не то, что вы ожидали, но я думаю, что вы смогли выставить свои силы вместе, и показать хороший игрок в последнем раме. Как вы считаете, как вы делали, как вы делали, что вы делали? Как вы делали, что вы делали? Как вы делали, что вы делали на проекте? Мне кажется, что это было лучше, чем в начале. Я не делал ничего особенного, просто играли, игрок после игрок. И... да, шесть больше игроков. Для меня это тоже лучше, чем в начале, так что я рада, и я рада, что это не только о том, но и о том, что это не только о подготовке для турнира, но и о том, о форме. Так что это невозможно предположить, как вы играете в турнире. И я просто спросила, что вы помогаете другим 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 другом, когда вы готовили для игроков здесь или вы готовите в отдельном проекте? Мы discutили много вещей, но, конечно, реализованное запрещение, мемои и линии мы это делаем в отдельном проекте. Да, иногда это просто очень сложно, потому что она должна играть своё, я своё. Поэтому, у меня есть много вариантов для повторения. Так что иногда мы просто не можем помочь другим другим другим. Конечно, я задаю эти вопросы, потому что вы уникальные игроки здесь, вы единственные, которые, я имею в виду, и я просто вопрос, если вы также следите за другими играми, когда играете свои собственные игры? Конечно, я следую. Как можно ли я следить? Это просто невозможно. Вы беспокоитесь? Да, ну, когда вы играете свои собственные игры, то как вы более фокусированы на вашей игры, но, конечно, это, конечно, что происходит в моей сестре? Вы всегда имеете в виду эти вопросы. Конечно, я также следую. Даже в моей собственной игре, я пойду в ресторан и вижу, как мои сестры играют. Сейчас я думаю, что это время, чтобы поговорить немного о прайс-фантах этого турнира. Я не отвечал на эту вопрос, но это впечатляет. Вы знаете, это 200 тысяч. Вы можете сказать, что чест-плейеры на вашей уровне могут иметь очень хорошую жизнь? Вы можете получить много денег, чтобы иметь хорошую жизнь как чест-плейер. Ну, для каждого человека отличная жизнь имеет различные значения. Но, конечно, если вы лучший игрок или женщина игрок, то это нормально. Мадья? Да. Да. Это первый раз, когда турниры организованы с такой огромной прайс-фантами. И, конечно, это очень хорошо для нас. Потому что сейчас я чувствую, что я имею в виду более высокую рейтинги в моей оппоненте. Я имею в виду женщине. Я имею в виду женщина. Да. Но, окей, даже последний прайс – 8 тысяч. Я думаю, что это действительно впечатляет. Я имею в виду, что вы думаете о прайс-фантах, когда вы играете в таких типах? Или вы больше фокусированы на результатах? Для меня результаты более важны. Но, конечно, я имею в виду, что этот турнир был организован с такой огромной прайс-фантами. У нас есть время, чтобы принимать больше рисков, скажем, в последние 6 матчах? Какой будет ваш подход? Я имею в виду, что вы играете в следующих рамках? Какая будет ваша стратегия? Я думаю, что это очень легко сделать. Потому что вы просто пытаетесь найти сильнейшее движение. Это не то, что вы играете все-все, но, возможно, это работает. Вы просто играете в том, как ваша стратегия скажет. Да, также ситуация в турнире. Конечно, если я бороться в первом месте, то я думаю, что это специальная стратегия. Но, как и сейчас, просто играть хорошо. Да. А вы все еще любите играть в этом турнире? Потому что иногда я вижу, что тенция такая высокая, что это очень тяжелая работа, и нет места для игроков. А вы все еще успеете делать это? Это сложно сказать. Но, опять же, если вы начнете хорошо, то ваша стратегия будет отличная. Но для меня... Да, как я сказал много раз, я просто играю после игры. Это правда. Это очень тяжело, когда турнир не будет так хорошо. Но мы пытаемся ходить в вечеринках, и в некоторых частях я становлюсь более расслаблена. Спасибо большое, и все хорошо для следующего раунда. Мы ожидали интересную борьбу. Спасибо.